Выходит, а потом высадится. Макия, которая... Интересно, она выбивается из... Камень ведь хрупкий, ничего, это я. И если ему не было интересно показать крупные вещи, они почти все... Да-да. Техника объемной мозаики существует в Европе достаточно долго. Несколько тысячелетий насчитывает история этого вида камнерезного искусства. Но в нем были свои взлеты, свои падения. И сейчас на Урале эта техника переживает очередной свой взлет. И главная особенность этих работ – это их размер. Подобного масштаба, подобной сложности исполнения работ действительно больше нигде нет. Мастеру для того, чтобы создавать произведение такого уровня, необходимо учиться 20-25 лет. Материала используется в десятки раз больше. Средний выход по весу – это 10% от использованного материала. Для скульптуры, которая весит 100 килограмм, было использовано около тонны исходного самоцветного сырья. Этим видом искусства сложно не заниматься, его не собирать, потому что оно заставляет полюбить себя. В нем очень много энергии, теплоты, хоть это и холодный камень. Смысл различного, да, силы какой-то, духа. Тут еще, наверное, момент важный, то, что это происходит именно в данное время. С живыми мастерами мы работаем, да. То есть тут можно воплотить мысль практически любую, да, когда ты работаешь живым человеком и не покупаешь с рынка антиквариата. Все остальное принималось налогом, то есть крупных вариантов. Приносите роскошный театр. Более существенные для человека. Вот для обнаженной скульптуры, потому что, конечно, сложно найти размер именно необходимый сюжет на новый лад. Безусловно, это действительно шанс один на миллион. То, что здесь нашелся такой меценат, коллекционер, увлеченный, очень увлеченный. И мы с ним встретились, и это позволило, действительно, послужило таким огромным толчковым импульсом развития этого жанра. Плохо будет снимать, или вот там, где поменьше сидел, парень пилил. Пластилина, вот на стеллаже вы можете там два. Главная сложность – это именно комбинация объемной скульптуры и живописной составляющей. Поскольку каждая деталь разного цвета, необходимо учитывать это, чтобы скульптура не распалась на свои отдельные детали по цвету. То есть, каждый цвет должен быть согласован с другим, и это должно давать общую, цельную, не дробную картину. Нужно огромную настойчивость, огромное терпение, огромную силу воли, физическую силу. Создавать такие многокилограммовые, иногда под сотни, больше сотни килограммов изделия весят. Очень трудоемкие, исполняемые коллективом в течение целого года одна композиция. Мало кто за это просто возьмется. Никто не увидит, но владелец с этим может поиграть.